так всем привет друзья значит несколько слов что здесь за эти дни произошло или произойдет значит во первых что хочется сказать что сегодня он у меня не завелся со стартера не может как-то он его прокрутить часа вам покажу куда мне тут камеру поставить чтобы вы послушали как она я повешу ее вот так чтобы послушали как она будет происходить этот процесс тогда и немножко газа чуть-чуть и начинаем выжимаем декомпрессионный клапан открываем и и все вот так не может пропустить компрессе хотя разгоняется сразу как бы без вопросов еще раз и все причина в чем не знаю сейчас буду выяснять так следующее с ручки от ручки заводится как бы без вопроса берем ручку ставлю нажимаем клапан ладно сейчас не получилось не об этом назад отбила так что руки не повыкручивал не в этом и смотрите как-то сидел и как-то сидел здесь и вот я смотрю ремень идет ну вроде как дверь криво стоит получается что это дополнительная нагрузка и как бы наверное будет хавать ремень потихоньку значит взял я вот такую линейку я ее приставил и вижу что к маховику и вижу что реально стоит двигатель криво вот даже если к этому шкиву приставить то у нас здесь шкив 3 а там он выходит на второй ремень практически вот видите да то есть двигатель по этим видно что его нужно сдвинуть эту часть двигателя нужно сдвинуть туда либо за одно сзади посмотрю а вот и за тоже двигается в общем сейчас я буду выставлять двигатель правильно может мало смотрел я видео может кто-то и делает это но этого я нигде еще пока не видел поэтому вот этими вот манипуляциями буду сейчас заниматься сам дальше по поводу обкатки несколько слов хочу сказать значит сцепление тоже нужно регулировать он должен быть свободен то есть не зажар нагрузки не должно быть 0 5 зазор ставите 0 5 миллиметров щупа в комплекте такого нету ну в общем тут ничего сложного нету ставите сразу под 3 чтобы не было перекосов здесь здесь вот ложечки все время тарахтят такие вот резинки решают этот вопрос они как бы подтягивают натягивают всю тягу все соединения получаются в натяжке и звона получается нету количество резинок не должно быть много чтобы не уже мать и чтобы свободно нужно посмотреть чтобы она все отпускалась когда вы отпускаете ничего не поджимала на чем оснастись колеса немножко тянет влево или вправо я посмотрел здесь многие говорят что нужно уравнять давление давление уравнял но ничего не изменилось чуть-чуть поменялось застава на место здесь нужно чтобы колеса стояли у меня стоят по моему здесь ну здесь чуть больше туда колесо утоплено а там стоит чуть ближе к корпусу поэтому одно колесо одному колесу как бы легче ехать второму тяжелее и тому которому то которая ближе двигателю коробки то почему-то и обгоняет то колесо в общем сейчас я уравняю колеса все поставлю на одинаковом расстоянии на оси выровняю двигатель ну и посмотрим тогда что уже что он удаст нам снимаем ремни потому что с ремнями работать невозможно теперь у нас двигатель на раме ходит но здесь еще важно чтобы шкивы стояли то есть в одной плоскости этот шкив не уступал ни сюда ни туда для этого как бы нужно смотреть вот так вот на маховик вот смотрите ровнять и оно будет видно что когда мы сравниваем вот так вот маховик у нас шкивы уходят вправо то есть ремень будут мы выставим шкивы сами ровно то есть двигатель относительно коробки шкива коробки ровно но он был смещен все равно сюда и это проблему не решит то есть здесь нужно не зад подавать двигателя сюда а перед топить туда назад то есть шкивы должны быть находиться на одной линии так отпустил я болты и теперь нужно вот этот вот эту часть подать туда берем вот линейку у меня уровень прикладываем к маховику таки смотрим где у нас здесь находится вот мы видим по краю шкива видно значит у нас должно попасть на второй шкив то есть точно так же и там вот мы если мы положим наверх то мы видим то мы видим здесь положение и здесь уже не практически одинаково то есть первым зажимаем двигатель если бы был перекос двигателя то она бы стояла либо так либо так и смещение двигателя то она будет опять же стояла так вот так вот то есть не совпадало бы Так, сейчас попробуем запустить без ремней двигатель стартером. Ручкой. Ручкой. Дальше. Ремни, наверное, будут подслабленнее немножко, но работа однозначно лучше. При одних и тех же колостых, при одном и том же положении рычажка газа, вращение двигателя выше. Это однозначно. Вот просматривается небольшой дымок. На солнце его не видно, а вот когда на тень, то просматривается. На холодном двигателе прогревается, и это исчезает. Нормально ли это? Так, ну разобрался я с проблемой. То есть это был ни в коем случае не стартер. Здесь оказывается аккумулятор. Я смотрю, аккумулятор зеленый горит. Значит, как бы полностью заряжен. А здесь, походу, зарядка вообще отсутствует. Ну, либо она довольно слабая, что не успевает зарядить аккумулятор. Поэтому аккумулятор сеющийся сниму, поставлю его на зарядку. Ну, я думаю, все будет нормально с запуском со стартера. Китайское обно. Вот оно. Ну, в принципе, если отсутствует зарядка, то любой китайский, это или не китайский, он в любом случае рано или поздно сядет. Либо слабая зарядка. Я думаю, и так. Ну, ладно, на сегодня все. В следующем видео мы еще протестим, как он бегает. Его скорость на колеса здесь стоят 7 на 12. Посмотрим, что он даст нам по скорости. Ну, по тяговитости я еще не буду его нагружать, потому как он пока еще на обкатке. Перетирается поршневая, уже заметно поднялась компрессия. То есть цилиндр и поршень шлифуются, и поэтому потихонечку двигатель начинает набирать мощность. После того, как после определенных часов работы отшлифуется, отполируется цилиндр с поршнем, то есть тогда будет достигнута максимальная компрессия. Но в этот период обкатки нагружать ничего нельзя. Я видел там еще одно чудико, которое говорит, что обкатывать коробку тоже не нужно. Ездить там 20-30 минут на первой, второй, третий, потом переключаться на повышенной и делать это то же самое. Хочу сказать ему, что любая новая деталь имеет шероховатость. Нужно обкатать все шестерни, чтобы весь лишний металл в виде стружки упал в масло, после чего масло слить. Значит, вытащить это китайское чудо у меня не получилось, потому как здесь посередине аккумулятора проходит провод, сдвинуть его вправо-влево не получается. То есть нужно лазить куда-то в коробку, либо отсоединять от стартера все провода. Поэтому пришлось принести зарядное и подсоединить прямо здесь. Ток заряда, слава богу, вижу 12 вольт и 36 ампер часов. Но насколько я понимаю, китайцам по привычке все завышать. Поэтому если я поставлю 4, всем, я думаю, известно, что 50 ампер нужно заряжать током 5 ампер, 60 ампер часов 6 и так далее. Значит, если там 3,8, значит я поставлю ток заряда 3 или вообще лучше 2. Лучше меньше, чем он стрельнет. Вот таким током заряда я его буду заряжать. Ну что ж, теперь подсоединяем плюсовую клемму и молим Бога, чтобы здесь ничего не взорвалось. В общем, так, есть контакт. Не люблю эти заряжалки. Что-то он не искрит, как бы не берет нагрузки. Такое ощущение, будто бы он реально заряженный. Может быть, не факт, что я аккумулятор. Может, все-таки стартер берет нагрузку на себя, где-то подзамкнул. Либо втягивающее в стартере подгорел пятачок. Нужно разобрать, почистить. Тоже такое может быть. Плохо пропускает ток. Но нет, нет искрения, не берет ток заряда. Тут же он есть. Конечно, проверять так нельзя. У кого слабые зарядные, там повылетают транзисторы, диоды. В общем, у нас горит, если его будет так делать. Хотя, держит они нагрузку не слабо. Ну, все, пока. Попробуем, посмотрим, что у нас будет так. Дальше будем смотреть, искать причину. СМЕХ